И о спорте. Этот матч прошел в очень увлекательной борьбе и на максимальных скоростях. В спортзале «Беломорец» «Фокс Звездочка» состоялся поединок за суперкубок первенства города среди ветеранов по мини-футболу между командами «Звездочка» и «Динамо». В матче за суперкубок Северодвинска встретились победитель первенства города, команда «Звездочка» и обладатели кубка футболисты «Динамо». Последние пару сезонов противостояние этих ветеранских команд носит очень принципиальный характер. Не стал исключением и данный матч, но судя по первым минутам, казалось, что борьбы не получится. Андрей Будеев и дважды Александр Крюков вынудили хозяев взять тайм-аут. Незапланированная пауза пошла на пользу команде «Звездочка». Два гола Евгения Шубнова и один мяч Романа Русакова вернули интригу матчу. Во второй половине между дублем Юрия Апокина все тот же Крюков оформил хит-трик, но Роман Русаков сделал счет 6-4. В оставшееся время «Динамовцы» загубили массу голевых моментов, а капитан «Звездочки» Евгений Проурзин поставил жирную точку в матче 7-4 и суперкубок в руках ягринской команды. Вы знаете, дорогого стоит, когда команда возвращается с 0-3 и опять играет. Мало того, что выходит вперед и, собственно, играет, наверное, всю половину, вторую половину, скажем так, мы держали, наверное, игру под контролем. Хотя соперник, конечно, очень достойный, самое главное для нас, наверное, теперь принципиально. Мне удалось немножко, конечно, мы сегодня не готовы еще физически выдержать. Вот такой темп, 50 минут вот такой действительно искрометной игры. Мы только в сезон вкатываемся, поэтому проиграли по делу. Если ветераны уже открыли новый сезон, то командам «Океан» и «МЧС» только предстоит это сделать. Матч за суперкубок Федерации футбола Северодвинска состоится 26 октября в спортзале «Сафу» в 21.30. Константин Мухин, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска.